Добрый день, друзья! Сегодня на обзоре премиум линкор 7 уровня Германии Scharnhorst 43 и напоминаю, что этот линкор может получить абсолютно каждый и совершенно бесплатно в рамках активности каникулы в Санта Сити. Новый шарик ни разу не ебал, а находится в балансе. И цифры статистики говорят именно об этом. Среди всех линкоров 7 уровня по проценту побед, количеству потопленных кораблей, среднему урону и опыту за бой линкор занимает позиции ниже средних. Хотя, конечно, это только первые цифры и они еще могут измениться. Сегодня обозначим сильные и слабые стороны линкора, рассмотрим перки командира, обсудим модернизации и сигналы, с которыми я играл и сформулируем несколько правил для эффективной игры на линкоре. Линкор имеет откровенно низкую боеспособность на уровне 56300 и ниже средней противоторпедную защиту всего 22%. Бронирование есть, но не самое лучшее. Толщина бронепояса Каземата достигает 350 мм, а цитадель утоплена и не торчит из воды. В носовой части бронепояс 70 мм и обшивка 26 мм, в кормовой части бронепояс 90 мм и обшивка тоже 26 мм. Бронирование палубы в носовой и кормовой части 26 мм, а в центральной 50 мм. И, конечно, надстройки с толщиной всего 16 мм. Цитадель выбить непросто, а вот белым уроном в борт шарик выхватывает знатно, а в нос от линкоров тоже периодически будет прилетать. Урон от торпед и пожары также с легкостью отъедают очки боеспособности. Прокачав перки капитану, получим 13,7 км заметность кораблей и 8,9 самолетов. И это средняя маскировка для класса на уровне. Линкор имеет одну из лучших скорость хода 30 узлов. Не лучший радиус циркуляции 880 метров и среднее время перекладки рулей 14,5 секунды. А в расходниках есть форсаж. И это в целом дает хорошую динамику. Перейдем к орудиям. 9 орудий в трех башнях с калибром всего 283 мм и неплохой дальностью 18,9 км. Фугасы и бронебойные имеют хорошую и, что немаловажно, одинаковую скорость 890 метров в секунду, что не потребует брать большое упреждение и упростит бедение огня. Откровенно, косые орудия в довольно шустрых башнях обладают отличной скоростью перезарядки 23 секунды. В распоряжении орудий фугасы с низким уроном 3200 единиц и бронебойные с уроном всего 7600, что дает один из самых низких вес залпа и ДПМ как на фугасах, так и на бронебойных. Кроме того, из-за малого калибра бронебойные снаряды не уверенно, а как-то рандомно наносят урон и даже в борт. А против рамбующих линкоров и эсминцев заряжайте фугасы с пробитием 71 мм и самым низким шансом пожара 20%. Противоминный калибр имеет 14 орудий калибра 105 мм и 12 орудий калибра 150 мм с бронепробитием 26 и 38 мм. А дальность ПМК в полной прокачке с перками, модулем и сигналами 9,5 км. Кроме того, ПМК Ушанхорст 43 более скорострельный, процентов на 20-25 по сравнению с обычным шариком, в силу чего ПМК часто включается в работу и вносит ощутимый вклад в копилку урона. И конечно, в арсенале есть два трехтрубных торпедных аппарата, по одному на борт с ощутимо ускоренной скоростью перезарядки 45 секунд. Торпеды ближнего боя с дальностью 6 км, уроном 13700, скоростью ухода 64 узла и заметностью 1,3 км. Способный подарить победу в схватке, а иногда и переломить исход боя. Авиаудар с дальностью сброса 8 км и стандартным потенциалом урона. Максимальный урон бомб 3400 единиц и к сбросу готова два звена с одним самолетом. А количество бомб на самолете 1. И таким авиаударом мы как-то будем топить подводные лодки. Откровенно слабое ПВО представлено тремя аурами. Ближняя аура с радиусом действия 2 км и уроном 137 единиц. Средняя аура с радиусом действия 3,5 км и уроном всего 39 единиц. И дальняя аура с уроном 154 единицы и радиусом действия только 5,2 км. И такое слабое ПВО делает линкор легкой целью для АВИКов. Перки командира направлены на усиление живучести линкора, его огневой мощи и конечно же ПМК. Первый перк взрывотехник усилит ПМК и увеличит радиус взрыва глубинных бомб. Второй перк инерционный взрыватель. Позволит 105-мм орудием ПМК пробивать 32 мм. Третий перк дальнобойные снаряды ПМК. Увеличит дальность стрельбы ПМК. Четвертый перк мастер маскировки. Снизит заметность и позволит чаще выходить на ПМК дистанцию. Пятый перк ручное управление ПМК. Повысит скорострельность и точность ПМК. Шестой перк мастер противоаварийных и ремонтных работ. Увеличит время работы снаряжений аварийная и ремонтная команда и увеличит количество ремонтных команд до пяти. Седьмой перк отчаянный. Линкор активно теряет очки боеспособности, чем разгоняет потенциал вооружения. Так как это ПМК линкор, я установил следующие модернизации. Первый слот – вспомогательное вооружение. Усилить живучесть ПМК и ПВО. Второй слот – система борьбы за живучесть. Снизит вероятность возникновения пожаров и затоплений. А мы помним, что линкор хорошо горит и у него слабая ПТЗ. Третий слот – ПМК модификация. Увеличит дальность стрельбы и точность ПМК. Именно ПМК делает игру на линкоре веселой и интересной. Четвертый слот – энергетическая установка. У линкора не самое лучшее бронирование, слабое ПТЗ и нет гидроакустики. И чтобы лучше выживать в перестрелках, иметь больше шансов увернуться от торпед, в сборке я использую эту модернизацию. Доступное снаряжение линкора. Стандартная аварийная команда, работает 15 секунд, а перезарядка 80. Ремонтная команда, которую в базе 4 штуки. Восстановит 281 единицу боеспособности в секунду, работает 28 секунд и перезаряжается 80. Форсаж на 180 секунд превратит линкор в крейсер. Время перезарядки расходника – 90 секунд. И истребитель. ПВО – это слабое место линкора. Истребитель на 60 секунд сделает линкор чуть более защищенным от авианалетов. Хотя проблему все же не решит. Сигналы, которые я использую, перед вами сейчас на экране. А теперь давайте обозначим несколько советов при игре на линкоре. ПМК-врывы в начале боя превратят линкор в достаточно уязвимую цель. Попав под фокус крейсеров, шарик быстро сгорит. Навязать бой в отвороте иногда будет более правильной стратегией. Такая постановка позволит задействовать ПМК и с большой вероятностью избежать торпедного урона. Отсутствие гидрокустики намекает на то, что в первую очередь следует расправиться с вражескими эсминцами и подводными лодками. Проще это сделать по засвету союзных треугольников. Для чего на начальном этапе следует продвигаться в ордере именно с ними. Развяжет руки союзным эсминцам и уничтожение крейсеров противника. С чем неплохо справляется Шарнхорст. Кроме того, продвижение под прикрытием невысоких островов позволит одновременно и вести огонь, в том числе и с ПМК, и снизит вероятность получения торпедного урона. А в случае наличия авианосцев, единственное правильное решение это держаться в ордере. И все это позволит превратить Шарнхорст 43 в неудобную цель, выбрать правильный момент для натиска, а при наличии угрозы вовремя начать отступление. Итого, что на выходе. Шарнхорст 43 имеет крайне малое количество очков боеспособности, но неплохое бронирование и хорошую динамику. Орудия главного калибра обладают неплохой дальностью и скорострельностью, но откровенно косоваты. Небольшое количество орудий и самый низкий калибр на уровне не позволят вливать приличные цифры урона. Но вместе с тем, в арсенале линкора есть торпеды и скорострельные ПМК с неплохой дальностью. Жаль только, что выход на ПМК дистанцию усложнит не лучшая маскировка. А в боях с авиками слабое ПВО делает линкор легкой целью. Но следует отметить, что Шарнхорст 43 все же заточен в ПМК. А такой стиль боя способен подарить много ярких и храбых моментов. А это всегда привлекает командиров. Всем мира и добра и до новых встреч на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Двигайтесь на северную на движение. Торпеды прямо по курсу. Торпеды прямо по курсу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неполадки устранены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok